Бисмиллах. Вассалату. Вассаламу аля Расулиллах. Хвала Аллаху. Верующий невольник лучше язычника, даже если он понравился вам. Они зовут к огню, а Аллах зовет к раю и прощению со своего соизволения. Он разъясняет людям свои знамения, быть может, они помянут назидание. Если вы узнаете, что они, женщины, являются верующими, то не возвращайте их к неверующим, ибо им не дозволено жениться на них, а им не дозволено выходить замуж за них. Ибн Таймия да помилует его Аллах сказал, все мусульманы единодушны в том, что неверующий не получает наследство от мусульманина, и неверующий не женится на мусульманке. Потому что ислам возвышен, и ничто не возвышается над ним. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Мужчины главенствуют над женщиной, и нельзя, чтобы над мусульманкой главенствовал неверующий, так как только ислам есть истинная религия. Если мусульманка выйдет замуж за немусульманина, зная о том, что это запрещено, то она считается прелюбодейкой, заслуживающей наказания. Если же она не знала о запрете выходить замуж за немусульманина, то это служит извиняющей ей причиной. Однако их необходимо разделить. В разводе необходимости нет, так как брак изначально не был верным. Поэтому мусульманке, которую Аллах облагодетельствовал исламом и ее опекуну, необходимо опасаться подобного, соблюдая законы Аллаха и гордясь тем, что соблюдают ислам. «Сказал Всевышний Аллах, если кто жаждет могущества, величия, то ведь могущество, величия целиком принадлежит Аллаху». Мы советуем этой женщине прекратить общение с этим христианином, ведь мусульманке нельзя иметь отношение с чужим для нее мужчиной. Если этот христианин выберет ислам по своей воле и желанию, то в этом случае в браке не будет греха при условии, что опекун девушки будет согласен. Также мы хотели бы посоветовать следовать словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и выбирать себе мужья человека, религиозного и нравственного. Просим Всевышнего Аллаха улучшить ее положение и вести правильным путем. Продолжение следует...